друзья всем привет сегодня поговорим о расширении руб узнаем что это такое как его установить и как с ним работать расширение руб предназначено для переноса лиц с изображения на генерацию или фотографию раньше заменить лицо на нашей генерации или изображения могли с помощью вот такого расширения a detailer для этого либо модель должна была знать это лицо либо у нас должна была быть специально обученная лора которая знает необходимое нам лицо но теперь с расширением руб нам достаточно иметь просто изображение лица расширение это очень простое здесь минимум настроек и очень легко с ним разобраться давайте перейдем к установке руб чтобы установить руб нам понадобится сначала установить visual studio для этого перейдем по вот такому вот адресу эта ссылка будет в телеграме и вк здесь мы выбираем visual studio комьюнити он бесплатен нажимаем скачать и скачиваем его после того как вы его скачали запускаем этот валик если у вас стоит портабельный автоматик или по каким-то другим причинам у вас python как-то не установлен вам нужно установить python переходите в любую поисковую систему пишите python 3.10.6 скачать нажимаете найти выбирайте здесь первую ссылку переходите на сайт python сразу к версии 3.10.6 находите здесь вашу операционную систему у меня windows 64-битный поэтому нажимаете скачать запускаете файлик в общем-то при установке пайта на самое главное поставить галочку пас после того как вы установили visual studio переходите в extensions вэлабал лод фрон поиски пишите руб находите вот такое расширение sd web ui руб и нажимаете установить после того как установка завершится переходите install и нажимаете play and restart ui после этого можете даже закрыть автоматик и запустить его заново и после перезапуска у вас должна появиться вкладка руб эта вкладка должна появиться как и в тексту имидж так и на вкладке имидж то имидж модель которая находится в группе должна скачаться самостоятельно но если этого не произошло вот переходим в extensions находим здесь наш руб вот он здесь есть ссылочка щелкаем по ней и переходим на страницу разработчик здесь кстати есть инструкция по установке и в конце инструкции есть ссылка на модель щелкаете по ней скачиваете ее и помещаете эту модель по следующей ссылке models.ruб это корень моего автоматика переходим в models находим здесь папку руб и сюда вот закидываем эту модель в этом случае закрываем наш автоматик и запускаем его заново теперь уже точно у вас должна появиться вкладка руб и соответственно модель теперь давайте рассмотрим как работать с этим расширением мы можем менять лица на наших генерациях это будет делаться в тексту имидж и мы можем менять лица на изображениях давайте начнем с генерации мы можем взять любую нашу генерацию закинуть ее в prompt нажать синенькую клавишу и можем просто написать самостоятельный prompt negative prompt выставить любые настройки которые вы хотите сгенерировать изображение получить желаемую генерацию и после того как вы получили вашу желаемую генерацию вы нажимаете зафиксировать сид не меняя здесь больше никаких настроек переходим ниже выбираем вкладку руб раскрываем ее закидываем сюда лицо в итоге наше лицо заменяется на лицо халибери теперь мы можем в руб кинуть любое другое лицо еще раз генерировать опять происходит первая генерация и вторая генерация уже с рупом теперь у нашей генерации лицо эври лавин сейчас чуть позже мы поговорим обо всех вот этих настройках но более наглядно их будет рассмотреть в имидж ту имидж поэтому перейдем в имидж ту имидж здесь я подготовил вот такое изображение с тремя людьми и уменьшил до разрешения 1280 на 960 но изображение можно использовать и более большие главное чтобы хватило вашей видеопамяти из настроек которые есть в имидж ту имидж нам важно только размер изображения поэтому щелкаем вот этому значку с линейкой чтобы получить исходный размер нашего изображения остальные параметры не сэмплинг метод не сэмплинг степс нам вообще не важны и даже модель нам не важно и клип скип нам не важен и вае нам тоже не важно мы наше изображение не менялась выставляем denoising strength на ноль теперь переходим на вкладку руб закидываем сюда изображение лица нажимаем enable то есть включить и коснемся сразу первой настройки комасы по рейд фэйс нам барс в этой первой настройке мы задаем какое лицо мы будем менять отчет идет от нуля и лица считаются слева направо то есть если мы хотим поменять вот это вот лицо в комасе по рейд фэйс нам бар мы должны вести цифру 1 это будет второй объект давайте нажмем generate и как мы видим второе лицо поменялось первое и третье лицо осталось таким же каким и было следующая настройка restore face по умолчанию стоит кодформер если вы ранее в автоматике касались extras здесь как раз таки был gfp gun и кодформер для восстановления лиц так вот я еще раз напомню gfp gun это аккуратное восстановление лиц а кодформер это восстановление бракованных лиц то есть когда лицо грубо говоря испорчен здесь соответственно здесь по умолчанию почему-то стоит кодформер но но gfp gun восстанавливает лицо более аккуратно при восстановлении gfp gun им лицо все-таки больше похоже на исходник сейчас вас сразу появится вопрос зачем нам вообще нужен этот restore faces давайте выключим restore face и сгенерируем без него вот так вот заменяется лицо без restore faces качество просто отвратительное дело в том что руб работает при низком разрешении изображения и соответственно вписываемое лицо будет очень низкого качества и отсюда в руб встроен restore face если вы его поставите на нон то маловероятно что вы сможете получить нормальное изображение в итоге я советую использовать gfp gun и restore в изобилии и ставить на единицу как оно есть по умолчанию и вот для сравнения три изображения первое без восстановления лица вторая с восстановлением лица с кодформером и третье восстановление лица с gfp gun здесь сами решайте что вам больше нравится дальше есть upscaler лица если у вас начальное изображение имеет большое разрешение а изображение лица которое вы вставляете имеет низкое разрешение вы можете воспользоваться upscaler допустим я выбираю стразом и выставляю двухкратный upscale еще можете порегулировать параметр видимости upscale модель для группа пока одна но в будущем возможно появится и другие модели соответственно здесь их можно будет просто выбирать и дальше у нас есть две галочки swap in source image swap in generated image если как сейчас вы находитесь в имидж то имидж это не имеет значения что вы здесь выберете а вот вам пейте должно стоять именно swap in generated image в общем здесь оставляете всегда галочку по умолчанию на swap in generated image и еще один момент если мы хотим поменять лица у нескольких людей на изображении в комасе rated face number мы пишем через запятую 0 это первое лицо 1 это второе лицо 2 это третье лицо нажимаем generate и все три лица у нас поменялись у левой девушки и у правой девушки лица конечно не так похоже на хеллибери как у средней но это происходит потому что эти люди сильно отличаются от форм хеллибери еще хочу обратить внимание на то что даже если мы меняем только одно лицо поскольку у нас здесь включен gfp gun или code former он восстанавливает лица в том числе и волосы у всех объектов которые находятся на изображении здесь это видно например по волосам и чтобы другие объекты на изображении не менялись есть решение делать подмену лица в in paint сейчас попозже мы коснемся этого сейчас давайте рассмотрим еще один пример возьмем вот такое изображение настройки здесь не имеют значения кроме размер изображения нажимаем по линейке чтобы взять размер изображения с нашей картинки denosing strength оставляем равным нулю переходим в rub включаем его закидываем лицо убираем отсюда единицу иначе ничего меняться не будет второго объекта здесь нету и нажимаем generate получаем вот такое вот лицо теперь давайте его приблизим посмотрим здесь у нас испортилась четкость на цветах которые рядом с лицом и на волосах чтобы таких проблем избежать мы будем работать в in paint и для этого переходим в in paint закидываем сюда изображение выделяем лицо настройках нам нужно выбрать only masked щелкаем по линейке чтобы захватить размер изображения с картинки denosing strength на 0 открываем руб закидываем сюда изображение включаем enable common separate face numbers удаляем по умолчанию используется параметр здесь 0 остальные параметры как и раньше оставляем нажимаем generate теперь у нас поменялось только лицо давайте увеличим посмотрим действительно цветы все остались четкими как и были до этого но лицо по отношению к остальном изображения менее четкая чем волосы или цветы это конечно же не хорошо так быть не должно лицо должно быть наоборот более четкой но этот вопрос мы сейчас тоже решим сейчас я хочу показать еще один прием для учения еще большей схожести мы можем наше сгенерированное изображение закинуть исходник заново выделить лицо оставив все настройки как и были до этого нажать generate в некоторых случаях мы можем получить большее сходство с исходник в данном случае второе изображение дважды обработанного руку теперь для восстановления четкости лица изображения мы будем использовать ремени если вы не знаете как его установить как им пользоваться вы можете зайти на мой youtube канал открываем наш эмулятор с ремени закидываем сюда наше изображение теперь времени выбираем это изображение выбираем улучшить или несколько результатов я выберу несколько результатов и вот так вот ремени восстанавливает лицо до и после теперь нажимаем скачать готова нажимаем файловая менеджер находим папку ремени открываем изображение нажимаем отправить в windows выбираем папку которую мы хотим сохранить изображение нажимаем сохранить вот такое изображение у нас в итоге получается если вам понравилось видео не забывайте ставить лайк подписывайтесь на канал заходите в наши группы вк и telegram там будут все ссылки и много разной другой информации telegram канал у нас достаточно активный а много пользователей многие пользователи даже более опытные чем я там всегда можете задать свои вопросы кто-нибудь на них непременно ответит на этом все всем удачи всем пока и и